Вот вы заканчиваете бакалавриат по гуманитарной специальности. Юрист, экономист, финансист, вы понимаете, что это не ваше. Как в этой ситуации гуманитарию стать стихнорём? Я вам расскажу на своём собственном примере. Такой вопрос мучил меня 8 лет назад, когда я заканчивал МГИМО. Классное международное языковое образование, но очень мало математики. Тогда я услышал от знакомых ребят, которые поступали в Баккони, институт в Италии, что их математику очень сложно сдать. Плюс я люблю Италию, я изучал итальянский МГИМО, подумал, отличная возможность, почему бы не поехать? Я поехал. Три главных плюса Баккони заключаются в крутых преподах, возможности учиться на стипендию абсолютно бесплатно, даже покрывают расходы на жильё, и жёсткая математика. На некоторых программах об этом я сейчас подробнее расскажу. Поступление не составило особого труда, сдал ТОФЛ, сдал Джираи, со второй попытки, по-моему, на хороший балл отправил, написал мотивационное письмо, хотя даже не сильно заморачивался, написал рекомендации сам на себя, от преподов отправил. Всё это оказалось достаточно. Скорее всего, сработал хороший Джираи, и тот факт, что в Бакконе не очень много было международных студентов, и они, конечно, хотели международных студентов себе взять. И вот меня взяли, дали полную стипендию, то есть покрыли мою... Стоимость моего обучения ещё и заплатили 11 тысяч евро в год на покрытие расходов. Этого практически хватило на жильё и еду, немножко ещё пришлось взять у брата. И вот я учился в Бакконе. Учился и страдал, потому что математики там было дофига. Хотя я учился на экономическом направлении, дисциплине экономики Соч-Али, Economic and Social Sciences. Но проблема в том, что, во-первых, в современной экономике очень много математики. Вся современная экономика строится, на самом деле, на матанализе. И кроме того, конкретно эта программа просто напичкана математикой. Теория вероятности. Эконометрика, причём с объяснением линейной алгебры, которая кроется за этой эконометикой. Временные ряды. Та же теория игр. Там математики меньше, но всё же тоже есть. Микро-макроэкономика. Там математики очень много. Плюс на второй год обучения Бакони отправил меня учиться в аспирантуру в США. И там я взял ещё и действительный анализ. Продвинутый действительный анализ для PhD-студентов по математике. По сути, вторая часть Зорича. Если кто знает эту книгу, кто не знает, посмотрите. Так вот, я страдал, потому что было очень сложно, потому что я всё это не знал. В институте до этого МГИМО я с этим особо не знакомился, мне приходилось это изучать уже в магистратуре. Потратил много времени, я не мог работать, я только учился. Но при этом, благодаря тому, что я столько времени потратил на изучение математики, мне стало сильно легче потом с ней общаться. Во-первых, мне стало легче понимать новую математику, благодаря чему я, ну, относительно безболезненно, если 380 часов можно назвать безболезненно, поступил в ШАД через несколько лет после окончания магистратуры. И плюс это же, эти же знания, эти навыки помогли мне пойти в консалтинг работать, поскольку абстрактное мышление, структурированное мышление как раз то, что там нужно. Математика их даёт. Что мне дало Бакони? Бакони мне дало три вещи. Во-первых, это международный опыт. Я пожил год в Италии, год в Америке, познакомился с кучей интересных людей, посмотрел, как другие люди смотрят на мир с другой культурой. Это было офигенно, это сильно повлияло на моё мировоззрение уже в Макете. Потом это дало мне крутой бренд, поскольку с табличкой Бакони я запросто мог попасть на собеседование в инвестбанке в Лондон, в Private Equity фонды и в те же консалтинговые компании. И третье, конечно, знания и навыки математики, которых мне не хватало в МГИМО и которых мне с лихвой налили в Бакони. Так вот, пользуясь феноменально бесполезной выборкой размера 1, то есть моим опытом, я вам дам такой диванный совет. Даже целых три диванных совета. Первое. Если вы гуманитарий и хотите стать технарём, идите в магистратуру. Идите в техническую магистратуру и берите как можно более сложные предметы. Страдайте, но за счёт этого страдания меняйте свой мозг, и он станет техническим. Это я вам обещаю. Второе. Если есть возможность, идите в магистратуру иностранную. Потому что в дополнение к математичности мозга, она даст вам ещё международный опыт и вообще крутой новый экспириенс общения с другими людьми. Его сравнить ни с чем невозможно. И третье. Не работайте, когда вы учитесь в магистратуре. Если магистратура для вас сложная и сильно меняет ваш текущий набор навыков и знаний, поскольку на работу у вас времени не будет. Поработать вы успеете потом очень много времени, когда закончите магистратуру, а вот поучиться вы уже не успеете. Поэтому потратьте время на учёбу, вложитесь в неё на 100%, а после этого идите работать уже с новым багажом знаний и новыми нейронными связями, которые будут у вас в голове. Ну что, на этом всё. Как обычно, вопросы, комментарии, лайки приветствуются. На всё отвечаю. Всех люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok